Зимнее дополнение Iceborne для Monster Hunter World добралось до персональных компьютеров, и это событие определенно заслуживает внимания. Даже если вы уже прошли на консолях масштабное дополнение к одной из лучших игр Capcom, вернуться в мир морозного простора стоит ради обновленной графики. Вселенная Monster Hunter впечатляет своей проработанностью и удивительным вниманием к деталям. Улучшенное освещение и подтянутые текстуры буквально преображают заснеженный мир. Утроенное количество мелких деталей в PC-версии усиливает эффект присутствия, но главное это тщательно прорисованные монстры. Теперь любую виверну можно разглядеть в густом лесу, спутать дракона с мыльной скалой больше не удастся. Эпичные бои с монстрами ядро Monster Hunter World. Если вы новичок в мире морозного простора, наверняка с замиранием сердца понаблюдаете за тем, как одна виверна разрывает на части другую. Постепенно привыкните к незнакомому миру, научитесь выслеживать монстров, изматывать в бою и хладнокровно добивать, когда очередная тварь зализывает раны. Как правило, охотники входят в во вкус с первым высокоуровневым монстром. Каждая следующая виверна – это не только открытие нового биологического вида, но и личный вызов. Испытание, которое требует несколько часов подготовки и еще столько же времени пролетит в сражении. В Вайсборн монстры стали злее и прочнее, сложность боев ощутимо выросла. Так, сражение с биотодом – занятие не для слабонервных, особенно без должной сноровки. Бестиарий Вайсборн – самый разнообразный. Взять, например, Банбаро. Этот хищник идеально адаптировался к жизни на заснеженном континенте. Монстр научился прогревать свою тушу в горячих природных источниках. Если его в этот момент потревожить, монстр начнет швырять в героя вырванные из земли деревья и огромные валуны. А вот и упомянутый биотод, который словно акула рассекает огромный слой снежного покрова. Чтобы одолеть бестию, придется сперва выманить ее из-под снега на поверхность или накостылять под торчащим лапом. А чтобы сразить тигрекса, понадобятся беруши. Этот монстр оглушает своим ревом, когда взмывает в воздух. Наконец, охота на кричащую легиану грозит обморожением. Монстр вызывает метель и запускает в охотников сосульки. Monster Hunter World Iceborne – идеальная игра для хардкорщиков. Здесь нельзя стать непобедимым, попросту прокачав героя до максимального уровня. Приходится полагаться на собственные навыки и умение анализировать ситуацию. Конечно, важная составляющая успеха – удачно подобранное снаряжение. Однако, самые профессиональные охотники способны одолеть опасных тварей практически голыми руками или обладая лишь базовым оружием. На освоение всех боевых механик Monster Hunter World Iceborne уйдет уйма времени, ведь одно дело подобрать подходящее оружие, и другое – отработать важные комбинации и научиться их вовремя применять. Предстоит стать единым целым со своим героем. Мультиплеер Monster Hunter World радовал непростыми сражениями против огромных высокоуровневых монстров. В Iceborne сложность выкручена на максимум. Тщательное планирование, подготовка и распределение ролей в команде – обязательные условия успешной охоты. Кроме того, придется попотеть за изготовлением снаряжения и обойти вдоль и поперек материк в поисках редких шкур для крафта. Правда, в компании друзей эти занятия перестают быть рутинными, а после охоты можно сначала завалиться с приятелями в баню, а после всем вместе сфотографироваться на фоне прекрасных пейзажей морозного простора. Любителям гринда в Iceborne – настоящее раздолье. На создание прочной брони или уникальной модификации топора уйдут не только коренья или древесина, но также шкуры и кости редких монстров. Добывать ресурсы можно как охотой, так и археологическими изысканиями. А еще нужно помнить, что ледяной мир Iceborne – губителен для героя, если заранее не заготовить зелий. Охотник рискует промерзнуть до костей и во время сражения сгинуть не от полученных ссадин, а от нехватки энергии. Поэтому так важно собирать острые перцы, редкие зерна и лечебные травы. Что уж говорить, если даже Геральт из Ривии уделяет большое внимание травничеству. К слову, ведьмака можно не просто встретить в Monster Hunter World, но и сыграть за него. Накеры и лешие прилагаются. Мы уже не раз сказали, что морозный простор буквально кишит смертельно опасными вивернами, но и охотники в Iceborne не робкого десятка. Разработчики наградили игроков ключевым приспособлением – крюком-кошкой. Если им вооружиться, истреблять монстров станет чуть проще. Совсем чуть-чуть. А еще у вас появится гигантский двуручный меч и электрический клинок. Последний можно использовать и в качестве щита. В Monster Hunter World Iceborne огромный бесшумный мир. Густые заснеженные леса, обледенелые пещеры и горячие источники. Всегда есть чем заняться, помимо охоты и собирательства ресурсов. Тут вам и расслабляющая рыбалка, и купание в горячей воде и даже коллекционирование чучел пингвинов или мартышек. Ими можно украсить свое жилище. Наконец, новый город. Селиана. Кузница, экоцентр, столовая и плавильный цех. Все поблизости. Запомнить местонахождение ключевых точек куда проще, чем прежде. Кроме социально значимых построек, тут и места для проведения досуга. К примеру, можно сходить в сауну, попариться или поплескаться в бассейне с паликом, верным напарником, внешне похожим на милого котика. На этом все. Опробовать Monster Hunter World Iceborne можно уже сейчас. Релиз в Steam состоялся 9 января. И не забывайте заглядывать на сайт Игромании. Там мы открыли центр запуска Iceborne, где собираем самую актуальную информацию об игре и все свежие статьи. Ссылка будет в описании.